МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, никак. Есения Сечина не знает. 3 декабря ее маленькой девочке Ульяне исполнится 9 лет. Она обожает лошадей и ходить в школу. И она победила рак. Ну что, готова к занятию? Поехали? Поехали. Пока, папа. Держись. Пока, давай. Все начинается по-разному. Этот страшный диагноз каждый слышит по-своему. Кто-то еще в роддоме, кто-то позже в больнице. Но первые признаки чаще всего замечают родители. Какое-то необычное образование или уплотнение. Диагностировать опухоль на самой ранней стадии, пока ее еще не видно, у ребенка очень сложно. Потому как симптомы маскируются под множество других болезней. А часто и вовсе отсутствуют. Дети могут поступить в онкологическое отделение с совершенно нормальными анализами. Большинство детских опухолей располагается в тех областях, которые недоступны визуальному контролю. Это черепная коробка, это опухоль головного мозга. Чтобы мы увидели симптоматику, должна опухоль достигнуть определенных размеров. То же самое касается опухолей брюшной полости, забрюшинного пространства. Они растут. У них такой характер роста. Они растут, увеличиваясь и раздвигая нормальные ткани. И только когда опухоль достигает какой-то критической массы, тогда она уже выходит, и мы ее можем диагностировать. Все родители, которые когда-либо попадали в онкологическое отделение, рассказывает Светлана Юрьевна, находятся в состоянии шока. Но из него нужно срочно и немедленно выходить, говорит онколог. И начинать думать, бороться и всеми силами сохранять хороший настрой. Дети свою болезнь переносят во много раз лучше, чем взрослые. В том случае, когда взрослый человек уже бы и не встал с постели, ребенок может бегать и играть. Дети умеют радоваться и потому выздоравливают быстрее. Кроме того, большую роль играет взаимопонимание между врачом и родителями. Очень большая доля того, чтобы мама полностью доверяла врачу. То есть врач знает, какое лечение, как подскажет, как правильно себя вести. И вот если мама, если полностью взаимопонимание врача и родителя, и полное доверие родителей, то это большая доля в победе над болезнью. Легко работать, ребенок легко лечится, легко идет. Ну вообще, это такое дело, что вот мы мамы такие борцы, я бы сказала, за вот такую вот болезнь. Тяжело, конечно, но стараемся держаться. То есть и здесь, и семья еще у нас есть. С врачом нужно быть всегда в контакте, настраиваться, волну такую, чтобы идти дальше, лечиться и выздоравливать. Часто мы слышим про рак у детей. Но малыши болеют именно раком довольно редко. Чаще это саркомы, бластомы и другие виды опухолей, но не рак. Детские опухоли состоят из других клеток. Они незрелые, как у взрослого человека. И потому больше подвержены лечению химиотерапией. Это один из основных способов борьбы со злокачественными образованиями у детей. Дальше идет хирургическое вмешательство. Оно в основном жидкостное, а в центре есть что-то плотное. Все вместе это опухоль. Очень яркий пример того, когда опухоль действительно видно. В данном случае она занимает довольно большое пространство в брюшной полости пятилетней девочки. Прежде всего хирургическое вмешательство требуется для того, чтобы взять пробы опухолевой ткани и определить, с какой именно опухолью столкнулся ребенок. Часто бывает, что это делается сразу во время ее удаления, как, например, в этом случае. Врачи еще не знают, злокачественная она или нет. Они удаляют новообразование целиком и уже затем исследуют. Если опухоль доброкачественная, ребенок восстанавливается после операции и отправляется домой. Если же нет, продолжает лечение. Практически все онкологические операции делают наши иркутские врачи. Это почти 90% больных. Необходимость отправлять ребенка в Москву возникает лишь в тех случаях, когда операция очень обширная и требует участия сразу нескольких специалистов. Нет, это не приговор. Вы знаете, наверное, это и никогда совсем приговором не было. Это наше отношение к этому такое. Разные совершенно бывают случаи, но нельзя к этому вообще относиться, как к приговору. Безусловно, есть какие-то более удачные, так скажем, опыт лечения, есть какие-то менее удачные случаи. Но, тем не менее, мы всегда боремся до конца. И онкологи наши детские, они, наверное, до самого последнего момента, пока есть возможность попытаться что-то еще сделать, все делается. Так что же это? Не приговор. Но болезнь, которая ставит наше самое дорогое детей лицом к лицу со смертью. С этим вопросом мы обратились к профессору кафедры онкологии Юрию Батароеву. В Иркутском онкологическом центре он занимается практической деятельностью и учит уже действующих врачей. Рак он изучает уже больше 40 лет. Самое упрощенное представление о возникновении опухолевой клетки примерно такое. Дело в том, что в раковых клетках исчезают тормоза отделения клетки, и те клетки, которые отвечают, те гены, которые отвечают за деление клетки, на максимальную мощность включают свою работу. И клетка делится уже не один раз в сутки, 24 часа. Это среднестатистический темп деления клетки. А делится гораздо чаще. И в 6, и в 3, и в 1,5 часа, и каждое полчаса, и каждое 15 минут. Это называется ускоренное деление клетки. Увеличиваясь в размерах, клетка нарушает правильную работу организма. Только опухоли головного мозга сейчас насчитывают около 150 видов. У детей опухоли чаще всего носят врожденный характер. Также это может быть наследственный фактор. И еще некоторые вирусы могут способствовать развитию опухоли. Это, например, онкологический, лимфатический и вирус попелома человека. Рак, с современной точки зрения, это болезнь генома клетки. Геном клетки заключен в ДНК ядра. И вот здесь делящиеся хромосомы сразу видны. Клетка большая, уродливая. Деление неправильно. Хромосомы стоят неверно. Это называется патологический метоз, полая метафаза. Как мы уже говорили, чтобы уничтожить эти клетки, врачи используют химиотерапию, лучевую и хирургическое вмешательство. Относительно новый метод – это протонная терапия, облучение протонами. Самая популярная химиотерапия, к сожалению, убивает не только раковые клетки, но и влияет на здоровые. Но наука не стоит на месте, и постепенно появляются препараты так называемого направленного действия, которые воздействуют только на больные клетки. Таргетная терапия, которая блокирует рост опухолевых клеток. И самое последнее направление в борьбе с раком – это онкоиммунология. Принцип действия в том, чтобы заблокировать систему защиты опухолевой клетки, чтобы следующий препарат мог убить ее со стопроцентной точностью. Ручки в сторону. Вот так? Вот так. Пальцы выпрямляйте, пожалуйста. И это? И выпрямляйте, лучше левая ручка. И вот так вот в сторону. Этот страшный путь, который не под силу взрослому, маленькая Ульяна преодолела с присущей ей жизнерадостностью. Мама, папа, сестры. Без них это было бы невозможно. Врачей – бесконечная сила и мужество близких. С 2013 года Ульяна находится в стойкой ремиссии. Регулярно проходит все обследования, сдает анализы. А еще ходит в школу, мечтает о море и квадрокоптере. Девочка, она умная, интеллектуально она развита. Сегодня вот написали ему диктант на пятерку. Я аж проплакалась без единой ошибки. Папа, чем тебя развлекает по выходным? По выходным бывают мы какие-то с ним слова играем, игры смешные. Куда-то ездим, скажи. Куда-то ездим, да. Куда, например? Ну, куда. В центр. На Шанхайку. 3 декабря маленькой девочке Ульяне исполнится 9 лет. Она обожает лошадей, ходит в школу. И она победила. Рак. Екатерина Нерушкина, Константин Синицын и Сергей Иванов. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин